я не могу рассказать какой стройка именно он занимался потому что там есть грив гриф к сожалению я не могу рассказать какие именно объекты евгений строил потому что есть большие крупные объекты которые имеет гриф секретности это колоссально я бы очень хотел поделиться скажем этим примером чтобы он показал эти объекты но договоренность есть договоренность и такое понятие как сохранение конфиденциальной информации да это секретная информация слишком круто короче настроил положительном смысле этого слова но опыт цены я видел эти работы эту дорогую отделку дорогущую это также территория крыма достойно поэтому мне приятно что именно такие профессионалы приходят к нам в команду работать с технологией и дают ну скажем такой хороший правильный отзыв ну тут не мне судить евгений сам расскажет же не потихонечку задам вопросы которые возможно будут интересовать подписчиков а по возможности тогда отвечай значит ты сам с крыма приезжий а приезжий откуда донецк донецк но получается украина но сейчас вроде донецкого горишева украина не же горит мы украина думаю здесь никакую пропаганду в этом плане устраивать не будем то есть а как давно уже непосредственно приехал в крым начиная с 11 года с 11 года ты получаешь до того как нам переехал уже 14 то есть это принципе не связано никак там с политической обстановкой ты раньше и соответственно там занимался стройкой так понял и сюда приехал я знаю что в твоем портфолио есть объекты про которые говорить в принципе нельзя они там секретные все хотя знаете так хочется рассказать потому что такие строители такие объекты я сказала попадаются там не знаю там один из тысячи то есть это реально я просто знаю но на словах то мы знаем огромные объекты миллиардные как бы где евгений получил огромный опыт и наработку и работу с дорогими материалами с которыми вряд ли еще придется поработать если только не повторять такие похожие объекты но тем не менее вот если в целом говорите стойте больше монолиты были в практике каркасы или всегда как бы кровля это твоя фишка была нет и кровля больше если так разобраться это внутренняя отделка то есть в итоге внутрянка в целом на 5 целом тренка мебель мне вообще кажется я возможно ошибаюсь это мое личное мнение но вот стоит только с крыма снять санкции и попрут сюда заграничные инвестиции мне кажется здесь будет очень жарко да плевать на них этой санкции что-то типа ну с дубая не сравнится кто-то сейчас будет там хейтить там писать комментарии но прям я реально понимаю что нужно успеть сюда зайти пока вот это не произошло ну непонятно когда это произойдет конечно мы же не можем прогнозировать но такой сценарий тоже никто не отменяет поэтому на это направление конечно надо смотреть вообще на мой взгляд это такой наш мне кажется один из тысячи лет когда полностью отстраиваются с нуля практически города носа цинс инфраструктура социалка дороги по которым мы сейчас ехали мы залетели реально быстро очень можно машине приехали то есть это это видно это видно а тебе как местному жителю видно гораздо больше вот это только дороги видит как с каждым днем дороги социалки много строится я знаю что очень детский садов могут эти технологии ластака в том числе очень много сейчас на контрактах находится в том числе участвовать их проектах но тем не менее возвращаемся к тебе как вообще пришел к этой идее то есть понял что все таки надо уходить в девелопс строительство это было опять связано с той ситуацией что сейчас происходит такой некий ажиотаж на строительном рынке крыс спрос есть недвижимость идет трафик покупателей да а самый самый интересный вариант это все с нуля построить и уже предложить готовый продукт клиента скажи а когда выбирал технологии вообще из чего строить ну именно какой технологии применять вообще почему-то обратил внимание на его ст.к. быстро то есть именно вопрос сроки и с вытекающими последствиями сроки дорога и конечно чем чем быстрее тем тем дешевле ну расскажи так нам двух словах это микро застройка в коттеджем поселке или это это экспериментально построены четыре дома посмотреть на спрос населения это скажем так поселок который развивается только поскольку опять таки он развивается но уже осталось это сиферобль по сути дела я на своего полутора портал до аэропорта 15 минут до центра в принципе очень быстрее на самом деле на замест такой степи такие интересные красивых потом ну а как я так понимаю то есть ты был инициатором этой идеи ты да понял что надо попробовать нашел партнера у тебя был тогда который обладал финансами и предложил технологии строительства проект сам выбрал то есть по сути дела взял это все под ключ от него тоже требовались финансы да сейчас мы получается видим четыре дома площадь каждого дома площадь застройки это 128 квадратом внутренняя получается 100 квадрат то есть 124 строительная площадь но вот собственно на строительную площадь может когда умножаем и оценок тогда поговорим чуть позже но в целом я настолько понимаю что это такой твой первый опыт именно одновременного ну скажем так комплексно пусть это будет микрокомплексного именно строительство по технологии ластака технологии стака да ты сам участвовал непосредственно в процессе строительства или нанимал прорабы прорабы ну в том числе и я контролит с моей стороны полностью укомплектована перешил перейти то есть даже не то что сам по сути дела еще организовал того некую строительную бригаду строительная команда сколько человек собирала четыре дома и участвовал в строительстве четырех домов средний показатель это 78 человек на четыре дома 4 дома 8 человека какой срок вот это все было построено 4 месяца ребят 4 месяца 4 дома 8 человек краны тяжело техника подъемной техника привлекали до кран привлекали чтобы сократить сроки а просто за когда вы до поднимали когда кровельные панели все таки можно это и вручную делать вот собственно вот кроме парами панели про который говорит евгений они же так выполнены это уклон для гаражного пространства вообще что самое интересное настолько было легкое решение общения с тобой что же я просто выбрал типовой проект в нашем каталоге я наверно даже каталог вниз посылки к ролику прикреплю вы можете посмотреть вот этот один из там с первых домов был в каталоге с расчетом каркаса и нас вы помните ткнула не придут эти нужны и 4 просто повторил все алиса только повернул гаражи по моему не два с гаража в обе с навесом и без навеса это вот этот из черного металла у нас получилось сделать там сколько метров полтора свесла порядка до метр полтора метр семьдесят где-то сейчас точно не подскажу ну опять же если вдруг я это не сказал все эти четыре дома в микро-поселке под симферополь под симферополем построены по технологии ластыкая пенобетон здесь по фасадам я так понимаю у нас стена пенобетона залитая с двух сторон с одной стороны гипсокартон с одной стороны цсп плита дальше что сверху здесь пенопласт и какая толщина тройка тройка но по факту это даже больше чем нужно по энергоэффективности для этого региона это скажем так больше устроить площадь под декоративную штукатурку чтобы поверхность была более стабильный на виду по теплу стена 33 сантиметров стена это было здесь достаточно даже на два раза много если коэффициент теплопроводности прочитать может быть в ролике оставлю конечно мне кажется он превышает но раза в полтора точно необходимую норму тут запас запас больше сделать здесь вообще минус трансляции которые у нас на второй раз в поле как хранить у нас эксплуатируются развить подпись на следующую картуешью и подарки ну вот мы уверен что значит как курсы над такой недостаток по-моему а не я не вижу вот эти поле но вот этот правильный и мы тоже как раз обновляем то есть с этим удобно если вы не можете другие из стены убежать то есть так как у меня не вывода разделить бегешь с другой промышлой она конструкцией без стены в секунду я бы я планировал с другими смешно-мышлой обучаясью упрощенные варианты, так сказать, если бы это был бы каменный дом, оптимизировал фундамент? Да, здесь оптимизирован фундамент, здесь забиты сваи бетонные, трехметровые, и сверху залит ростверк, и поэтому ростверк уже выполнен. Ты хочешь сказать, что если бы такой же дом, такого габарита мы засаживали на, допустим, ракушечники традиционном или кирпиче, фундамент отличался бы? Отличался бы. Ну, в соотношении, на сколько процентов он был бы дороже? Да, наверное, в половину. Серьезно? Да. Ребят, специально задаю вопрос, чтобы это не от меня звучало, а от человека независимого, который непосредственно занимается строительством, прежде всего. То есть, по фундаменту, то есть, уверяю, что могла бы получиться такая значительная экономия? Конечно. И тогда давай быстренько пробежим по внешним решениям, и потом перейдем внутрь. То есть, фасад пенопласт? Да, фасад пенопласт. В целях каких? Есть, ну, чтобы была прослойка между конструктивом. Ты имеешь тут демпферный слой, чтобы паутинка не произвелась? Ну да, на ЦСП плиту, если делать сразу штукатурку, там есть особенность, нюанс исполнения, поэтому пенопласт в этом плане такая страховка определенная, согласен. Но при этом уже он еще является утеплением. То есть, по факту, твои дома, они по коэффициенту теплопроводности, мне кажется, раза в полтора выше нормы, ну, необходимой для Симферополя. Запас большой. Холода бывает, здесь минусы? Да, бывает. Ну, это редко, там они быстрые. Самый максимум, что я увидел, это там до минус 20. Но в этом году вообще плюсовая температура практически все время. Минус недолго держался, и то практически ночью. Я понял. Ну, конечно, да, если сравнивать по энергоэффективности, если кто-то, ну, по-другому не поймет, там, да, с этими коэффициентами, то есть, примерно, брать коэффициент теплопроводности, вот такая толщина 30 сантиметров и 3 сантиметра пенопласта, это примерно соразмерно где-то 90 сантиметров кирпича. Ну, понятно, что сейчас так никто не строит. Ну, или, допустим, это соразмерно 40 сантиметров газоблока и 5 сантиметров внешнего утепления. Вот примерно вот это такие одинаковые параметры, ну, чтобы было понятие. Крыша, так понимаю, обычная гибкая черепица. Да, деки. USB-плита, деки. Навесы, балконы, подпорки. Это тоже у нас Властыка, насколько я знаю, вылет сам балкона, да? Да, вылет это ферма из Властыка. В перекрытие входит, да, он работает, когда консоли. Ну, и все. На самом деле, никакая там не вычуренная архитектура, наверное, такая больше классическая, наверное, стандартная в стиле, я так понимаю, поселка, да? Да, стиль поселка, требований не было никакого. Собственнику поселка было абсолютно все равно, что хотите, то и стройте. Но, во всяком случае, мы решили не выделяться и применить те же решения, которые уже были построены. А, ну, чтобы просто строить. То есть, я так понимаю, здесь еще будет благоустройство какое-то законченное и полностью будете на продажу оставлять? Да. Сейчас завозится грунт, здесь обратная засыпка и уже скоро, в скором времени здесь будет благоустройство. Какая средняя цена здесь за квадратный метр торговывается? Здесь то, что плановое, то, что мы хотим, это будет порядка 75 тысяч за квадратный метр. Для Крыма, насколько я знаю, это такие цены, они, ну, как бы, не дешевые, но и не самые высокие, насколько, по крайнейшему, сколько вот я изучаю. Здесь невысокие, в итоге остается только финишная отделка. А, ну да, здесь еще предчистовая отделка. То есть, дома в черновой отделке без ремонта, сколько стоят здесь за квадрат? Вот в поселке непосредственно. Ну, порядка 60-65. А здесь белые стены с коммуникациями все разведено. То есть, здесь осталось по факту, что покрасить и положить с полы. Да. Ну, прикольно, прикольно. Ну, по ценам расскажешь нам в итоге, во что это вошлось? Ну, попозже, чтобы интриговать подписчиков чуть-чуть в конце, об этом поговорим. Тогда, может быть, зайдем в дом, расскажешь про решения, которые внутри были. Давайте, да. Слушай, ну, вот то самое понимание дома по технологии выстыкает и бетон в почтовой отделке. Что мы видим? Стены, все два слоя благостойки кипецкартов, электрика, подрозетники. Везде все выключено, сделано, все аккуратненько. Ничего перештрамливать, перетягивать не надо. Причем никак, да, одна розетка, один выключатель, один светильник. А, я так понимаю, территория кухни? Нет, это гостиная зона, кухня. Тыка на прям розеты, кабель, телевизионы, все прям по максимуму. Интернет. Я, кстати, перегородки тоже залитый пенобетоном, да? Нет, это перегородка вата. Это вата? Да. Ну, все равно, я тебе скажу, она как плита. То есть, здесь, получается, каркас в две стойки стоит, да? Да. А, да, это же сильная несущая стена была, мы ее усиливали, да, чтобы она. Ну, да, и вот ватой, получается, ее закрыл. Прикольно, классно. Все, то есть, по факту здесь осталось что, прошу поплевать? Я, швы, 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 смотрю, уже вырезан. Здесь, да? Да? Ну, сразу доезжаем. Стал, доставил. А здесь? А, здесь лоской. Здесь лоской. А, тут уже вот этот, а, это был вырезан, и поэтому сразу. Конечно. Слушай, а многие доказывают, что заводской тоже шов надо прорезать. Типа для лучшей схвата. Ни в коем случае. Почему? Вот сейчас, смотрите, всем ответить. Это нарушение технологии ПНАУФ. А это прописано ПНАУФ? Да. Так, ребят, не знаю, проверяйте, я путь к скартону. Но мне один доказывал, что надо везде развязать. А тут получается только те места, где ты стыкуешь гипсокартон, листы, да? Только где режется. То есть, по факту, здесь что, прошпутлевали? Здесь, я так понимаю, будет натяжной потолок? Да, планируется. Ну, тут уже все зависит от клиента, какой захочет. И останется здесь сделать стяжку, по крайней мере, на первом этаже. Видимо, я так понимаю, вопрос, будет теплый пол или нет. Да, мы здесь оставили место под теплый пол. Соответственно, стяжку не стали заливать. Вдруг клиент не захочет? А вообще, какое топление рассчитано у дома? Здесь что, газ там или нет? Здесь сейчас заведено 380 под электрический котел. Но в процессе тут, как бы, поселок планируется газифицировать. Вроде как, это 20-22 год, где-то в этот период. Но, во всяком случае, на некоторых домах здесь будут стоять без вольдера. Я понял. То есть, поэтому не стали ничего сделать с теплого пола, потому что непонятно, будет электрический, недоэлектрический, либо водяной, по-своему. Ну, в принципе, понятно. А на втором этаже там уже причастовая, цеспонеплетая. Да, там цеспонеплетает. Сейчас пойдем посмотрим. Она же есть еще интересное решение здесь по лестнице. Ребята тоже залили. Лестницу сделали из ЛСТК. Это отдельный Евгений нас попросил. И закатали пенобетоном и обширить цсп. Прикольный эффект получился. И она очень экономичная. То есть, по факту, там осталось ламинат даже пастерить. Даже эти не нужные ступеньки, по факту. Стены ровные, перегородки ровные, потолок ровный. Вопросов не возникает. Не нужно штробить по маякам. Но это, опять же, мои плюсы, если ты не согласен, перебей меня. Ну, по крайней мере, ты заходишь сейчас как покупатель. Я покупаю готовый дом, и мне не надо думать. Здесь продуманная электрика с запасом, все коммуникации. То есть, пошпаклевал, наклеил обои или покрасил стены. И сделал стяжку, занес мебель. Конечно. Даже если какая-то розетка не соответствует тому проекту, который клиент захочет в дальнейшем, проблема переставит розетку никакой нет. Ну, скажи мне, вот как человек, который занимался еще очень профессионально-отделочными ремонтами, сколько нужно теперь сюда еще вложить, чтобы этот дом довести, ну, хотя бы там минимум, да, чтобы потом начать заносить мебель и жить? Ну, тут уже все зависит от вкуса. Ну, примерно. Тут примерно, наверное, может быть, понятие растяжимое. Ну, 100 квадратов, сколько надо? Ну, 100 квадратов по минимуму, ну, где-то порядка 20 тысяч на квадрат. Это уже, я думаю, даже можно с мебелью. Ну, мы поняли, ребята, да, что он занимался дорогими отделками и ремонтами, и объектами, про которых нельзя говорить, поэтому уже нет цифра 20 тысяч. Мы просто до этого снимали ролик в Тольятти, ребята. А за 7, за 2 месяца построили 7 домов одноэтажных. Тоже девелоперы тоже решили заниматься стройкой. Вот ссылочка на этот ролик с ребятами. Классный опыт. Так вот у них одноэтажный дом, 100 квадратных метров, тоже в понятии белой стены, то есть они покрасили гипсокартон уже, прошпаклевали в бельнике. Насколько я знаю, ты еще тоже так делаешь, да? Значит, зайдем посмотрим. Вот в таком состоянии клиент купил дом, сделал ремонт, я спросил, какие цифры, он сказал, что... На все про все у него ушло 500 тысяч. То есть это 5 тысяч на квадратный метр. Ну, на 100 квадратов. Да, на 100 квадратов. То есть и по факту, по факту, мы смотрим 4 дома, когда если вы реально хотите уже с экономией, там, да, я хочу максимально дешево, стройте сами. Купили комплект, сами организовали строительство, заливку, утепление. Вот, пожалуйста, перед нами пример. Дом, который по себестоимости, по факту, в принципе, можно построить самостоятельно там в рамках 100 квадратов, в 2-2,5 миллиона рублей. Наверное, 2 миллиона рублей, если оптимизировать правильно, можно подойти, там, 2-2,5 миллиона. Что можно взять за эти деньги? Ни-ху-я! Пожалуйста, взял в руки каркас, шуруповерт, заклепочник и построил сам дом, если коротко говорить. А вот он, интересный пример. А мы в этом поможем. Ну, а мы, конечно, в этом поможем. Ну, это на тот случай, если кому-то нужно сэкономить, ведь такие люди тоже есть, да, мне нужно максимально дешевле, там, никак они, заказчики приходят, то я с удовольствием рекомендую, ребят, берите, стройте туда сами. Вот, спрашиваю, что можно построить за эти деньги? Вот, пожалуйста, наглядный пример. 100 квадратных метров, 2-2,5 миллиона, вот, примерно, вам в таком формате, в таком стиле, то, что вы сейчас видите в ролике, выйдет такой дом. Ну, это вот на сегодняшний день, можно говорить про такие цифры, а так, конечно, все зависит от того, какие материалы применять. Но, опять же, была бы какая-то современная архитектура, цифры были в разы интереснее в сравнении с другими технологиями. А скажи, пожалуйста, опять же, как человек, который занимался отделкой, в том числе, довольно-таки много, каменный дом, надо все-таки ждать, когда он усядет или нет? Обязательно. Ну, вот, постоянно воюют, говорит, ничего не надо, я могу сразу, мне приходят, такие, да я сейчас сразу на газоблок начну делать ремонт, и все, мне будет хорошо. Я говорю, ну, как, потом уже начнутся проблемы? Проблемы потом начнутся. Ну, то есть, ты рекомендуешь, что дом каменный должен устоять? Устоять должен. Ну, как ты считаешь, сколько нужно времени ждать, чтобы дом устоял? Ну, все зависит от времени года, но я так бы предполагаю, что это, ну, более трех месяцев. Больше трех месяцев? То есть, построил коробку, подожди? Подождать, да. Ну, а в нашем случае? Построил, залил, подождал, пенобетон высох и все. Сразу ремонт. Сразу ремонт. Сколько дом должен стоить, стоить пенобетон? Стоить, ну, как и любой цементосодержащий материал, он 28 дней. Полный цикл. 28 дней, это мы ничего не можем делать? Почему? Мы все можем делать. Ну, да, и то есть, что-то людей, я думаю, сейчас я тебя начну разносить, здесь это как говорит. То есть, по факту, история-то в чем, что мы можем сразу собрать каркас, за эти пенобетоном и тут же продолжать делать отделку. Сразу. И вот об этом говорю. Это да, это удовольствие. Тем более, применяем влагостойкий материал. Где у нас располагаются все коммуникации? У нас... Вот, ребят, собственно, принцип стены перегородки. На плане, когда вы заказываете у нас архитектурный проект, вы всегда увидите внутренние перегородки, толщина 140, и не удивляйтесь, это 90-й профиль, ну, там 90-92 он называется, да, и два слоя гипсокартона 12,5 мм влагостойки. Мы не экономим на обычном, не такая большая переплавка, зато с этим материалом работать одно удовольствие. Значит, получает 4 слой гипсокартона, профиль здесь базарный утеплитель внутри. Ну, звукозащийся, да? Акустик. Какой материал застык, какое применение? Здесь, на данном объекте этих, на Николе Акустик. Ты доволен этим материалом? Или могут поменять кто-нибудь другой? Ну, тут вопрос... Не, ребята, вот всегда, вот с кем работаем, да и я привык работать с КНОФ Инсулейшн. Такой гипоаллергенный, который такой приятный. Не проверял, я скажу. Не приятно, не правильно, я понял. Вот с перегородки мы видим так же, подрозетники все выведены отсюда. Там получается, что распредкоробка стоит вставлена. Я понял. А потолок USB, я так понимаю, что здесь просто будет натяжной и поэтому не стал париться. Да, тут уже... А, с другой стороны, ты можешь наклеить слой обычного гипсокартона и покрасить его. Да, и просто шпаклевать. То есть тут вопрос вторым слоем. Ну, вообще, мы всегда используем восьмерку ЦСП, но я так понимаю, ЦСП не так просто было в Крыму, да? Спасибо, Аркадия. Да, у нас по этому объекту, несмотря на то, что короткие сроки, но все равно у нас была задержка. То есть ты принял решение перейти на USB? Да. Ну, здесь мы приняли некий такой секретный метод, про который Евгений не говорит, поэтому это получилось, при этом получилось использовать USB-плиту. В противном случае она бы не сработала, как опалу. Но мы тоже об этом не будем говорить. Будем говорить только прилично о знакомстве, чтобы не плодить тут. Так, и вот получается узел коммуникации. Как мы и говорим, канализацию не закрываем. Согласен с этим, что не надо его монолитис в пенобетон, какой бы ни был замечательный у вас сантехник, все-таки лучше делать отдельный короб. Там дальше канализация по перекрытию где-то проходит между ферм, или она сразу идет на дублирующий санузел? Через фермы и идет наверху. По перекрытию горизонт есть? Здесь горизонта нет. То есть он сразу пошел, вот так как есть, там сразу санузел, да? Да. Я просто думаю, может быть, здесь решение есть, где-то перекрытие идет канализация. Тут канализация только идет, когда... Слушай, ну здесь прям, я не знаю, что здесь этот какой-то пункт управления. Это все под теплый пол вывели? Здесь это все под радиаторы, здесь... То есть все в стене, как изведено, получается, и все это здесь выходит под гребенком? Да, под гребенком. Здесь это отдельно. Это радиаторы? Это радиаторы, потому что теплый пол мы сюда не закладывали. Здесь это под радиаторы выведено. Это выведено под водопровод. На каком этапе это все проводить? То есть я смотрю, вы и спрятали это все в утеплитель, в оболочку. Получается, сначала все это было проложено, и потом уже велись. Соответственно, здесь уже узел выходит электрика, да? Нет, это узел под слаботочное. Ага, есть. То есть сюда уже интернет-кабель, и это все под слаботочку. Интернет уже заведен. Окей, так, там что у нас? Это тоже декстральная машинка, наверное. Да, это под стиральную машинку. Не понял. Ну что, все аккуратненько, классно. Мне нравится. Понятно, что камера этого эффекта не придает, но если я как покупатель заходил, я вижу вот в таком состоянии. Но единственное, мне вот не хватает стяжки, ну, визуально, да, потому что, во-первых, высота кажется сразу больше, и пороги есть ластыка. Но вообще, на самом деле, ребята, я всегда рекомендую. Если вдруг непонятно, технологически это просто вырезается отсюда, убираешь, и все. А потом либо стяжку, либо пол уже, не важно. Ну, в целом, вот я смотрю на Крыму. Ну, если я выбирал, мне понравилось. Я понимаю, что реально ремонт сделать чуть-чуть. Но, на мой взгляд, лучше сразу девелопрости заниматься такими объектами, ну, как строить на продажу, да, лучше сразу сделать ремонт, ну, как белая стена, там, максимальную готовность, там, кафель сразу какой-то типовой положить в стиле. Все равно, он же не может быть снаружи, там, допустим, у тебя классика, а внутри у тебя минимализм, да, все равно стиль он как-то более-менее может быть похож. Ну, в этом я не согласен, потому что есть специфика особенная в Крыму какая-то. Каждый клиент хочет по-своему. Ну, то есть, практики, вот сколько мы недвижимостью занимаемся, я реально понимаю, что мне выгоднее просто человеку с ремонтом дать, но только без навязания каких-то тонов. Ну, допустим, светлые стены, можно под покраску, да, ну, допустим, пол уже готовый стеклым полом, чтобы он понимал, что зашел, но хочу я только максимум стены покрасить. Ну, это, скорее всего, будет в дальнейшем, и мы будем объекты полностью подключить. Я почему это говорю, что вот такой объект довести до ремонта и продать его дороже выгодней, выгодней и проще, чем связаться с каменным зданием, потом пытаться сделать там ремонт, и там уже можно задать, что это под каждого клиента свой нужно делать, а в этом случае сразу лучше продавать с ремонтом. Выхлоп какой-то девелор будет гораздо интереснее, и покупать способность у него быть все-таки неплохая. Ну, это опять же из моего напротива. Все от уровня клиента зависит. Ну, да. Ну, это на кого рассчитан поселок, в принципе? Ну, скажем так, это средний уровень. Это средний уровень. Приезжают на постоянку сюда или больше, пока они отдыхают? Что здесь? Нет, это на постоянку. Постоянку, да? А откуда люди в основном приезжают? Со всех угол. Ну, нет такого, что вот всегда с какого-то региона сюда едут. В основном Сибирь. Сибирь, да? Да. Сибирь, если вы смотрите эти ролики, и у вас есть желание приехать в Крым, обратите внимание на домики, которые строит Евгений. Я знаю, что это не единственные дома. Ему есть что показать. Он просто скромничает. Так, а эта ниша, получается, здесь как типа кладовая получилась под лестницей? Нет, здесь мы запланировали санузел, но опять-таки не зашивали, потому что ждем... То есть здесь получается какой-то маленький рукомойник небольшой, да? И умывальник. То есть это не полноценный же санузел, полноценный, понял, наверху? Нет, полноценный наверху. Здесь просто умывальник. Ну, там зашел, руки полол, там словно гостевой такой, да, временный? Я понял. Я насколько... Вот что мне здесь нравилось с тобой прорабатывать решение, ты сразу попросил сделать лестницу из лстка. Только недавно с кем-то обсуждали, там пришел к нам клиент, с конкурентом каким-то общался, они начинают говорить, что лестница из лстка, она там дорого получает, слушаешь черного металла. А в итоге, когда начали плотно общаться, они просто не было опыта изготовления лестниц. У нас решение по лестницам часто появляется, но я немножко не понимал, как именно ты это хотел сделать. Но вот ты доволен тем, как получилось лестничного аж? В целом, я доволен. Единственное, что хочу сказать, если применять какую-то другую технологию, ну, первых, это я оттягиваю эти сроки изготовления, это уже из черного металла. А здесь уже готовый комплект, его собрал как конструктор. Ты снизу подшел ЦСП, все зашел здесь ЦСП? Да, здесь все ЦСП. И закатал это все пенобетоном? Пенобетоном. Такой же плотности, не делаю плотнее? Ну, здесь только ступеньки закатываю, пустота под лестницей. И закрыл сверху сразу? Сверху ЦСП. Я знаю, что здесь тоже есть секрет определенный. И ты тоже про нее не расскажешь, да? Почему секрет? Потому что, ребят, вот входишь, ощущение, что ты реально идешь по бетонной лестнице, которая обшита просто облицовкой какой-то. И при этом, блин, я же понимаю, что это решение очень дешевое получилось. Самый дешевый вариант. Но очень эффективный. Lifehack. Не, мы расскажем потом, когда мы с вами будем знакомиться лично, а вы, особенно, в Крыму с Евгением, потому что Евгений изъявил желание быть нашим партнером. Да, и у нас появилась совместная цель с ним, да, какая? Открыть здесь завод МСДК. Поэтому, ребят, у нас этим летом плана, то есть, в течение этого года. Дай бог, что все у нас получилось. И, может быть, ну, в крайнем случае, 2020-2021, создать здесь совместное партнерское производство по нашей схеме, которой мы, собственно, занимаемся. У нас цель 80 заводов за эти 4 года. Ну, вот Евгений изъявил желание, вот, скажем, после того, как сам лично попробовал, что это за технология. И тут, наверное, немаловажно сказать, что ты же сразу купил эпидометонные установки. Да. И стоимость этой пенобетонной установки, по идее, у тебя еще должна была купиться на 2 дома. Не считал примерно? Нет, не считал. Я не ставил цель, а купить ее за 2 дома. Ну, по-любому, вот я, зная объем и стоимость, я понимаю, что ты купил установку, и ты ее по-любому отбил сразу за эти 4 дома. Ну, примерно по затратам, по стоимости, они у тебя должны были отбиться. Это такое интересное решение. Я всегда говорю, ребят, если строите там 1-2 дома, ну, там, у тебя кулатура 0,5, пенобетонная установка, ездишь меньше просто, да. 0,25 брут, когда там 1-2 домика, а у тебя большая, ну, это был разумный выбор. Ну, во всяком случае, 0,5 удобнее. Ну, по объему сразу, да. Конечно, объем сразу, потому что... Ну, ездишь удобнее, которые вообще без остановки позволяют работать, но тебе они даже не нужны, вы довольно-таки быстро справились здесь, насколько я знаю. Так, и получается, здесь сразу тоже гипсокартон, зашил, лестница, ну, блин, вот решение по лестнице прям класс. Причем, я не стал спрашивать, думал, может быть, это... А, смотрю, то гипсокартон кнововский. Только кновов использую. Ну, сразу видно, человек умеет и всегда работал с дорогими объектами, знает, что такое качественный материал. Здесь то решение, которое я не люблю, потому что здесь на полу лежит ЦСП плита. Мы сейчас стараемся вот по тем узлам делать это сразу стяжку, но в твоем случае у тебя получилось хорошее решение. Ты правильно к этому подошел, что самое интересное, что толщина здесь не 2 сантиметра, а 12-ая. 12-ая. Ну, есть секрет, да? Нет, вот его сделал. Вот ты будешь ощущение, ну, прям, не ощущаешь от этого понятия каркасного дома, а такой прям... Ну, чувствуется, переначивается из того материала, но нет вот этого эффекта прям. Классно. То есть вот здесь реально что, подложку под ламинат, и все ламинат. То есть если не верить в то, что кому-то здесь нужна плитка, хотя плитку тоже можно укладывать. Пожалуйста, можно плитку. Пожалуйста. Стенки внутренние, соответственно, это вата. Два слоя гипсокартона, правильно? Да. Везде. Везде два слоя. это у нас соответственно все внешнести на пенобетон господа этого не каркасник и это уже звучит в крыму получается скат роли он получается такой полумарцандр этаж вышел на что-то похожий мы показывали в краснодаре один из первых наших роликов там ватт утепляли там похожую форму кровли там базарцы тоже ссылку на всякий случай фигуре на пенобетона который это точно не самый маленький Hahn и фигуре на свои вога и вам нужно уже сразу что чего надобно посмотри решить что в разных гильдингах они дали сделать что в подписчике на мой взгляд решить в качестве кофе были она она то есть как здесь что-то а можно и дальше о чем нам не приобрести вот это что например в каталоге тэрб pick up the camera 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 an eyeor до коньян дону він не дал тебе кarlosка то есть здесь 20 сантиметров базальта ну соответственно там потом по пленке и на пироге соответствующие дайте к черепица да нет здесь еще пустота есть чердачная там стропила так что здесь уже сразу для стропила стропила утеплены здесь утеплено перекрытие то есть контур теплый по потолку саму кровлю не утепляет в этом нет необходимости и снеж стороны фасад утеплен то есть я все закрыты тысячи позиона все сделать конечно но дом дома не отапливались еще это можно запустить их и тепловизором хотя в крыму конечно это не так страшно но вот в сибири мы сейчас в тулуне строим наводнение то что было потопление застройка ведется мы обязательно в холодное время сделаем тепловизионное обследование при показать что дома прошли экспертизу официально государственных такой хороший кузнам для того чтобы не искать спины в такой золой как я все что естественно очень облегт и многие спрашиваете по можно мы будем показывать пока что можно в сибири вот как раз поселок жду не изтора я не показать то есть ты это понимаешь людей угодно можно строить на севернополюсе вопросы увеличивать толщину стены и подбираем материал в таких вопросов нет ну так вот находишься скажи ощущение что каркасной доли нет полноценный монолитный дом как из газоблока в ракушечниках я не имела возможности зайти как вообще относишься к ракушечнику это все-таки крымский материал ну я ничего не буду говорить мне вам не нравится этот материал я понял кто-то мне сказал там живут гады как этот местный стоял строитель может у меня получится ребят познакомить с ним и в полноценный отдел джаз о суса ты есть три гаранта там есть все нет 3 что-то я первый раз я не могу как или там как вы не купите товары технических и напомню как вы делаете металлические и металлические и так далее да какие кушать я хочу сказать чтобы чтобы его не не просто затеялся на скрыток мартфон и и все точно такое не желаю мне идут отсюда в санузел получается основной санузел мастер получается у нас внутри спальни вот он один санузел при спальне один основная мастер спальне ты которая с балконом которые скорее всего да только вы такого нет понять потому что все-таки средний расшит гипсокартон опять же подразделить не кинтебет образцово но приятно заходить вот реально не стыдно за такие объекты приходишь и видишь все четко аккуратненько сразу витиляцию сделала просто через стену вывод сделала потом какой-то аэратор поставишь туда вентилятор здесь по факту что влагостойкий гипсокартон клей плитку если проблем нет в два слоя здесь все расширение уберет никаких то есть как цистопритутом по не пытаться делать это дело потом гипсокартон здесь тоже плитку спокойно может быть наклеить точно так по факту и какие-то основные и отсылочки нашли тонна из яброс и который вшел его не посеиionen на высот earlier из теплопол был виндург tras minutes прикоченよろしく Grundley здесь сделать плитку послать надо делать в этом случае нет а по стяжку надо постежку надо даже в таком доме в таком не затраты мероприятия чтобы для того чтобы снять а вот на стадии то есть если вы понимаете что в речь когда стяжку делаете бетон и тогда внизу на основании между стенкой и стяжкой прокладывать теку как называется правильно ли зал спины пенезолом подошла под ламинат как демпферную демпферный поясок до 10 миллиметров достаточно получается спальня 2 1 1 1 спальня 3 спальни и на самом деле небольшие комнаты но я понимаю что когда это все будет пел оттонах истоять мебель то вместо влечен достаточно по факту здесь доме 100 квадратов площади до 124 квадрата строительной площади а почему такая разница 24 квадрат это куда мы спрятали стены это сели стены перегородки то есть все стены перегородки лестница то есть сам дом 8 на 8 но здесь какой-то принципе оптимизации в случае устроили из ваты у нас в площади выше немножко больше за счет того что толщина растений по периметру меньше да да ну а в целом не такая большая разница получается равно это свойство примерно как у газа блочного ракушище востроены периметр стены точно также по сути по сути тоже можно чуть поменьше бы осталась бетонного строения принципе он просто сравнил мы всегда говорим что восхать можно рожать тем что позволяет строить тонкие стены но это в случае больше квартир когда вы строите из ваты у вас площади больше остается в принципе логично на балконе получается фермы перекрытия они вот так наружном каркасе разрыв идет он во внутренний заходит а все эти стоят здесь мы разорвали а внутри мы стояли отдельно фермы то есть отсюда то есть говорят фермы пола здесь зашли до этой точки нет а это точки пришли раму из черного металла на них же опёрли перекрытия подшили все получился свес какой свет здесь пример метра да где-то около полутора метров это все сформировано кровельной панели у эластыка здесь просто висит здесь нету деревянной кровли но мы деревянного решетку только а пришел использование пирога кровельного как ты относишься к тому что некоторые пытаются скрестить технологии эластыка и стена сделается эластыка крышу сделать из дерева стропил да это это глупость здесь в чем преимущество стыка во первых это делает компьютер то есть это уже заведомо ровная крыша не надо мучиться вообще никакого все при этом крыша раскрепляет же стены все наш народ на ветровые нагрузки отлично отвечает комплект этого дома бригада из трех человек комплект саму сборку выполняет ну например вот этого даже дома выполнила за пять с половиной дней шесть дней полностью весь комплект был собран шесть дней сколько человек три человека три человека плюс 4 квадрат до принят плюс монтаж но сборка установка смысле да плюс установка и в итоге порядка двух недель заняло на полностью монтаж одного каркаса это все это все полностью разрешается все да ну сейчас стоит найдется в комментариях дайте из 35 часа две недели выведут ну три человек три человека ну да совсем другие сроки согласен при этом скажи много ли было отходов от стройки отсюда я вывез один нарученный камаз и все и осталось ты так уверенно говоришь как будто если бы сейчас строили из камня ты бы сказал бы я вывез отсюда 6 камаза или реально как я реально с четырех домов вывез один камаз с наручными бортами с картоном и потом уже там или полки так с картоном и потом уже 28 часа интересует было тем что вы целесой 45 часа тот человек дам в этой везде это все наиболее что я не могу потрогать ты видела на этой этой информации я не могу отходить и cleared в данном случае такое что есть то есть что пострадал так что это будет что значит просто важно это и все понятно что что-то не будет и неинтересно но я не обнаружила мы определяем это я надо ухожу на английском языке и два века когда мы нет прикольными значит что фит это обычный профлис покрытие до окна уже стоят ламинированные так понимаем это родили виноться получается давали на по стоимости поговорим до что была понимания вот этот дом 124 квадратных метра ну что внутри неполезный получат он читаю что строительная бочка какая цена вышла в итоге если брать со всеми коммуникациями то порядка вышла 27 с сетями причем сети сделаны не просто абы как как бы когда из выпуском со всем с крышей но здесь помимо этого пленый фасад помимо этого уже заведено в дом 380 помимо этого стоят септики а это септиками женишь ну да это тоже мало важно то есть фундамента септики стоят это только нету благоустройство грубо говоря и тут только благоустройство 27 тысяч рублей квадратный метр это вышла да и это сколько нас цена за дом порядка трех спал на миллионов 300 миллионов рублей 3 спаны три с половиной миллиона рублей плюс земля сколько стоит вообще здесь этом поселке земля земля на тот момент когда на тот момент когда мы покупали она стоила миллион двести за участок до участок за шесть соток получается миллион 200 плюс три с половиной то 4 миллиона 700 тысяч 100,000 рублей. Дом, с ремонтом нельзя сказать, но 4700, 3500, ну пусть 5,5 миллионов это дом 100 квадратов с ремонтом без благоустройства получается. Да. Слушай, тем не менее понятно, что у нас очень много людей, которые хотят строить самостоятельно. Это тоже нельзя упускать. Как ты считаешь, можно без опыта строительства построить такой дом? Ну если человек собирал конструктор в детстве. Если не играл в куклы, да? которые были металлические ну по сути то же самое то есть твой ответ что можно можно спокойно просто я кому-то что наверняка и ребятам тоже будет подписчикам интересно если бы они строили дом такой самостоятельно какая цена примерно могла выйти ну понятно все это многих факторов играет но я смело считает процентов 30 еще можно было сэкономить да можно то есть если мы грим там 27 ну пусть это будет 30 10 тысяч 20 тысяч рублей вот это все могло бы быть в таком состоянии это реальная цифра понятно что тебе платят за твое мастерство за твою скорость за твои качества твои гарантии когда но если человек хочет строить сам пожалуйста ребят 20 тысяч рублей за квадрат плюс добавь сюда землю миллион двести добавь сюда ремонт там 600 пусть будет тысяч будет но здесь ремонт где-то адекватно смотрят миллионы туда миллиона будет сам ремонт 4 спойной 5 миллионов вот тут уже вопрос а че может купить за эти деньги да нифига то не лучше лучшем случае какой-то квартиру там 100 квадратов можно купить там за четыре с половиной 5 миллионов чем уж ремонт средний ценник на квартиры порядка 606 то есть 6 миллионов только квартиру без ремонта можно это эта квартира не дом все-таки по интересе вообще на мой взгляд если в крым все-таки переезжать опять же вы возможно сугубо мое мнение но мне такое впечатление сложилось что если уж в крым переезжать тут только по-любому в свой собственный дом ну либо там дуплекс либо townhouse именно в дом а если речь идет о том что приезжать чтобы отдыхать как на отдыхе то на курортное там жилье тогда это апартамента именно квартира вот ну я так рассуждаю согласен в которых там не будешь ну да ты отдохнул короткое время уехал то есть а если ты реально хочешь очищать природу крым эти достопримечательности эти все экскурсии то блин это по-любому должен быть только дом прикольная вещь сходится суши же классный опыт я очень рад что у нас получилось и получается тобой поработать я очень рад что у меня появилась возможность приехать и отснять этот объект чтобы показать это и подписчикам чтобы потому что я больше чем уверен что эта история их может вдохновить очень многие люди приезжают сибири ты сам это подтвердил и у всех есть но большинства людей которые приезжают из деньги а сейчас самая главная проблема это не иметь деньги до уметь их правильно вложить и заработать и опять же самое главное проблема не только построить но еще и продать а здесь она как-то так вот все совмещено хотя кстати я очень люблю когда к нам приходят такие комплексы строить я с удовольствием по участвую в продажах то есть помогу по своим рекомендациям поделись своим опытом помочь продать тебе эти дома возможно кому-то из вас будет интересно если что от контакта евгения мы оставим обращайтесь в любом случае эти контакты будут но история в том что сука забыл что хотел сказать и получается что у многих эта идея может появиться переехать сюда построить шесть домов пять из них продать один оставить себе еще заработать денег жить в крыму и дальше продолжить этот бизнес бизнес урок ребят на мой взгляд ноги вот и выстыкает пенобетон это одна из лучших и универсальных технологий которые позволяют эти идеи реализовать потому что ракушечникам вы тут уже никого не убедите причем насколько я знаю опять же это не я это местная же говорят что там вы даже с ракушникам уже тоже не все так легко и просто то есть нужно какой-то не такой дешевый как раньше нет просто ну во первых не дешевый во вторых надо выбирать чтобы вы качестве ну да я слышу такие возражения какие еще материал здесь используют в крыму для строительства газоблок ракушка и все по факту рынок по большей части и распространено ограничен газоблок насколько я знаю тут только у вас там помогут один монополист завод да ну опять же это все ограничено почему они мощности их позволяют у деревянные каркасы да но мы их не рассматриваем то есть если мы сраним деревянные каркасы мы можем сранить каркасов и стакан на вате принц тот же только стоит дольше но опять же все-таки на мой взгляд во влажном климате в крыму из дерева строить такой момент здесь рабочий важно не только влажный климат здесь еще и жарко как ты считаешь вообще из дерева встроил бы из дерева и крыму скажем так имеет место быть но я бы себе не строю не строил то есть лучше туда ну то есть если хочешь каркасе куда лучше опять же скажу что вот рекламируем нет на мой взгляд то есть реально в таком климате у сестры сестрой каркас не дает лучше тоже за ту же самую цену сделать его зал стыка цена там будет одинаковая но только не будет это а эффекта каркаса все во-вторых он будет служить дольше а если же говорить про монолит то это уже пенобетон ну если в этом случае ну хочется еще знаешь чтобы поучаствовать и я желаю чтобы в твоем деле появлялись проекты не только скажем такой средней классики то что мы сейчас здесь видим а какой-то такой необычный стиль хай-тек минимализма потому что многие могут сказать а да я из кирпича из газоблока из ракушечка то же самое построить а в то же самое деньги в эту войду возможно я спорить ни с кем не буду но я знаю одно если он решит зайти в современную архитектуру в интересный какой-то стиль хай-тек офигеет строить это все с традиционного камня потому что тут лстк в этом плане конечно помогает мне у нас есть творить у нас есть сейчас проекты которые мы ведем но пока их афишировать не будем попросил заказчик суша если вот возможно ребята кто смотрит наше видео но есть такие которые наш там строителей нету таких как ты когда в одно время предложил своему партнера давай вложимся там будем строить а деньги есть и находится в сибири переехать крым хотят возьмешь на обеспечение то без проблем ребятка в общем есть у вас есть идея перейти строительный бизнес девелопер и вам нужен хороший исполнитель который в том числе по технологии этой а я рекомендую его уже здесь как исполнителя ну на мой взгляд профессионального мне вопросов нету если бы я что-то и находил какие-то нюансы это чисто вопрос человеческого фактора я рекомендую поэтому если у вас есть идеи и желание заняться этим бизнесом контакты евгения всегда через нас вы можете найти буду рад вас познакомить и чтобы нашли общие темы для взаимодействия это круто же спасибо огромное что предоставил такую возможность я настолько понимаю что мы еще появимся с тобой в следующем ролике здесь есть дом который построен с применением фасадов от этих ким ю японцев принцип точно такой же только фасад другой да это дом для отдельного заказчика уже делал это самый первый был заказ такой частный получается да это уже такой как деловский проект совместно ну тогда встретимся на следующем ролике может быть через один выпуск или через два посмотрим чтобы там одними лицами нас сильно там подписчиков не баловать но я уверен что тот опыт он также будет нам интересен спасибо тебе надолго ждали эту встречу да не говори точно погода не давал все камеры значит будем выключать есть шашлык ничего там и пить чай в рюмках до встречи ребят следующих роликах с вами был владимир лазенко евгений не постесняйся слово теперь это наш партнер официально в компании доступ технологии представлена в крыму поэтому есть у вас есть идеи заявки на такое строительство если у вас может быть есть друзья которые хотят реализовать похожий опыт или есть идея у них переехать в крым вы знаете кому обращаться мы всегда для вас на связи до встречи следующих роликов губ вы удастся на канале вотдер губ 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 губ